Субхану Джабраилову судьбой было предначественно стать военным. Он очень любил родину. Стать шахидом было самой большой его мечтой. Бог исполнил его мечту. В день своего рождения, 23 октября, Субхан вознесся до вершины шахидства. Старший прапорщик Субхан Джабраилов сражался в боях от Физуля до Губадлы. После освобождения Зангелана он присоединился к боям за Губадлы. Во время этих боев он стал шахидом. Мой сын достиг своей мечты. Мы гордимся. Он отдал свою жизнь за землю, за родину. Он возвысил свое имя. Он любил национальный флаг. Завернутым во флаг он и вернулся, говорит мать шахида Лязифа Джабраилова. 30-летний Субхан прошел большой боевой путь. За безупречную службу он был награжден множеством медалей и наград. Когда он был рядом с нами, мы выступали в бой с закрытыми глазами. Мы знали, что, когда Субхан с нами, победа тоже за нами, говорит боевой товарищ шахида Сахават. Храбрые сыны Азербайджана, мы благодарны вам за победу. Да упокоит Аллах души всех наших шахидов. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении военнослужащим вооруженных сил Азербайджана звания «Национальный герой Азербайджана». Согласно распоряжению, за особые заслуги восстановления территориальной целостности Азербайджана и мужество, проявленное при выполнении боевых задач генерал-майору Поладу Гашимову посмертно, полковнику Ильгару Межзоеву посмертно и старшему сержанту Запаса Ибаду Гусейнову присуждаются звания «Национального героя Азербайджана». Помимо этого, президент подписал следующее распоряжение, согласно которому 33 офицера награждены Орденом Победы, среди которых министр обороны Закир Гасанов, глава МВД Вилая Тайвазов, глава ГПС Эльчин Гулиев, глава СГБ Али Нагиев и глава службы внешней разведки Орхан Султанов. Помимо этого, 204 военнослужащим присвоен Орден Карабах. Согласно третьему распоряжению, 83 военнослужащих награждаются Орденом Героя Отечественной войны. В скором времени мы завершим последнюю часть Южного газового коридора. Как передает канал 13, об этом сказал президент Азербайджана Ирхам Алиев в ходе встречи с делегацией, возглавляемой государственным секретарем Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии, сопредседателем Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией Мальео де Стефано. Я принял делегацию представителей различных политических групп во главе с заместителем председателя парламента Италии. Они побывали в Агдаме и Генже. Их решение посетить эти два города, один из которых был разрушен в результате оккупации, а другой понес. Многочисленные жертвы при атаке баллистической ракетой во время войны тронуло меня. Что касается наших отношений, то считаю, что у них прекрасное будущее. До сегодняшнего дня мы добились больших успехов в политической и экономической сферах и в области энергетической безопасности. В скором времени мы завершим последнюю часть Южного газового коридора. Тем самым Азербайджан и Италия в течение грядущих десятилетий будут очень близкими партнерами в энергетической сфере. Это очень важное достижение, которое стало возможным благодаря совместным усилиям обширной группы разных стран. Как вы знаете, ежегодно мы проводим в Баку заседание Консультативного совета Южного газового коридора, и Италия всегда представляется здесь на высоком уровне. Благодаря этим заседаниям мы смогли построить трубопровод протяженностью 3500 километров, который берет начало в Баку и заканчивается в Италии, сказал глава государства. В свою очередь, Майли Ди Стефаны выразил соболезнование президенту Азербайджана и нашему народу в связи с жертвами войны и отметил, что в Италии с серьезным беспокойством следили за ее ходом, так как считают очень близким для себя этот регион мира во всех отношениях. Мы очень старались не передавать событиям политического оттенка, постарались просто рассказать правду о происходящем в нашей стране. Я удовлетворен тем, что и вы положительно ценили нашу политическую позицию, опирающуюся на резолюцию ООН, одним словом, на то, что написано в документах. Естественно, все мы облегченно вздохнули после подписания документа о прекращении огня. Считаем, что это было первостепенным и самым важным вопросом, потому что, знаете, когда число жертв не растет, все воспринимают это положительно. Мы выражаем готовность оказать содействие в выполнении пунктов трехстороннего заявления. Считаем, что это хорошее начало для всего, что будет сделано нами в дальнейшем, подчеркнул он. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Эндрю Шефер, Стефан Висконти и Игорь Попов в конце недели совершат визит в регион. Как передает канал 13 со ссылкой на Voice of America, об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипп Рыкер в ходе слушания Хельсинского комитета США по приоритетам и деятельности США в ОБСЕ. Он отметил, что Эндрю Шефер находится в Женеве в связи с участием в заседании по грузинскому процессу, а в конце недели для обсуждения возобновления мирного процесса между сторонами вместе с российскими и французским председателем планирует совершить визит в Баку и Ереван. Рыкер сказал, что для стабильного урегулирования конфликта важны дипломатические переговоры. Он отметил, что сопредседатели являются лучшими посредниками в этом вопросе и стороны должны договориться за столом переговоров. Постоянная представительство Азербайджана при ООН отправила Генсеку ООН отчет об использовании иностранных террористов в Армении против Азербайджана в ходе последних атак. В документе подчеркивается, что правительство Армении предоставило жилье и материально-техническое обеспечение на оккупированных территориях иностранным террористам для того, чтобы использовать их до террора и подготовить их к боевым действиям в отношении Азербайджана. В документе отмечается, что по инструкциям террористических организаций ПКК и Асала для этих террористов для подготовки были созданы учебные лагеря. В отчете говорится, что сразу после того, как Армения совершила очередную агрессию 27 сентября 2020 года, процесс переселения иностранных террористов еще более ускорился. В адресованном Генсеку ООН в письме приведены данные о размещении на оккупированных территориях Азербайджана террористов из ближневосточных стран Ирака, Ливана и Сирии. Указаны имена организаций и группировки иностранных террористов, привлеченных к боям Армении, а также информация о выплатах, осуществленном этим террористам. Начальник службы государственной безопасности Азербайджана генерал-полковник Алина Гиев побывал с рабочей поездкой в освобожденных Кельбаджарском и Лачинском районах. Алина Гиев встретился с командующим контингентом российских миротворцев в Карабахе Рустамом Мурадовым. Начальник СГБ Азербайджана также встретился с азербайджанскими военнослужащими и на месте поинтересовался условиями их службы. В то же время были обсуждены вопросы, связанные с деятельностью местных отделений службы государственной безопасности, которые начнут работу в ближайшее время. Иран готов участвовать в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана, как передает канал 13. Об этом президент Ирана Хасан Рухани сказал на встрече с министром иностранных дел Джейхоном Байрамовым. Рухани отметил, что, учитывая соседство и наличие возможности Ирана в сфере восстановления освобожденных территорий Азербайджана, участие Ирана в созидательных работах будет на пользу обеих стран. Необходимо ускорить реализацию прежних договоренностей между Ираном и Азербайджаном, в том числе строительство железной дороги Реш-Тастара. Кроме того, созданы условия для реализации совместных проектов, в том числе для строительства гидроузла и электростанций. Обе страны могут развивать сотрудничество в промышленной, научной, фармацевтических сферах, сказал Рухани. Президент Турецкой республики Реджеп Таиб Эрдоган сегодня прибыл с визитом в Азербайджанскую республику. В международном аэропорту Гейдар-Алиев, где развивались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул. Президента Турции Реджеп Таиб Эрдогана и его супруга Эмину Эрдоган в аэропорту встречали первый заместитель пемьер-министра Азербайджанской республики Ягубе Юбов, заместитель министра иностранных дел Рамис Гасанов и другие официальные лица. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его отставка сейчас вытеснит народ из политических процессов и привезет к власти представителей прежнего режима. Как передает канал 13 со ссылкой на армянские СМИ, об этом он сказал в парламенте в ответ на вопрос лидера партии, просвещенной Армении Эдмона Марукяна. Последний напомнил, что отставки Пашиняна требует президент, две фракции парламента, католикос Игоригин II и Арам I, руководители многих общин, политические силы, деятели культуры. Но на этом фоне Марукян недумевает, о какой народной поддержке Пашиняна может идти речь. Пашинян заявил в свою очередь, что важно понять, а почему Марукян и остальные перечисленные силы и люди не требуют досрочных парламентских выборов, а именно отставки премьера, почему эти силы представители элиты предлагают сценарий, который вытеснит народ из политических процессов. Он уверен, что в случае его ухода власть будет передана тем силам, которые сегодня предлагают кандидатуру Вазгена Манукяна. Пашинян считает, что при таком сценарии в течение года будут восстановлены все механизмы фальсификации выборов.